Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня у нас небольшой обзор или экспресс мастер класс по вязанию вот такого свитера. Это свитер Авандюра по описанию Ольги Кондратьевой. И хотя в интернете его уже вязали многие, я решила поделиться своим опытом. Думаю, начинающим рукодельницам это будет полезно. Ну а если кто-то еще не знаком с Ольгой, рекомендую это исправить. Уверена, что она вдохновит Вас на новые рукодельные свершения. Ссылка на ее канал будет внизу. В моих запасах были 4 моточка Alize Angora Real 40 Plus, двух необыкновенно приятных меланжевых оттенков. Это пряжа средней толщины, 225 м на 100 грамм, в составе 60% акрила и 40% шерсти, а значит свитер должен получиться теплым. Цвета я буду комбинировать. Для верха использую серый оттенок под номером 614, низ будет связан с синей нитью номер 221 и вязать я буду на круговых спицах номер 5. Ссылки на материалы также Вы найдете в описании. Первым делом вяжем образец. Пробуйте лицевую гладь разным размером спиц и разные виды резинки. Смотрите, как они выглядят, а затем считайте плотность. Моя плотность в одном сантиметре получилась 1,45 петли. Для расчетов нам понадобится буквально одна мерка – это обхват головы. Воротник не должен обтягивать шею, как у водолазки, поэтому минимум, который нужен для этого ворота, это, например, обхват головы 55 см, из него вычитаем 10% и получаем 50 см. Теперь рассчитываем количество петель, которые надо будет набрать. Умножаем плотность вязания на 50 см и у меня получается 72 петли с учетом округления. То есть нам надо набрать 72 петли и еще одну петельку, чтобы соединить вязание в круг. Светер наш будет с погонами, которые будут связаны резинкой 2х2. Сколько оставить на них петель я визуально прикидывала по образцу. Мне показалось, что 14 петель на каждый погон будет достаточно. Вычитаем из общего количества петель те, что уйдут на погоны и у нас остается 44 петли. Делим их пополам и получаем, что наперед и спинку останется по 22 петли. Для хорошей посадки, чтобы горловина не топорщилась, нам нужен росток. То есть мы будем вязать росток поворотными рядами, сначала разворачиваясь в погонах. Теперь представим резинку 2х2 из 14 петель. То есть наши погоны будут начинаться с двух изнаночных, затем пойдут две лицевые, затем снова изнаночные и так далее. И там, где будут изнаночные петли, там получатся бороздки. И в резинке из 14 петель их будет 4 штуки. Вот в них мы и будем разворачиваться при вывязывании ростка. Соответственно и во втором погоне мы развернемся также 4 раза. Во время разворотов у нас по спинке будут прибавляться петли. То есть, когда мы вяжем погон, прибавки делаются за пределами погона, а сам погон остается ровным и прямым. То есть, у нас увеличивается количество петель только по спинке с обеих сторон. При этом прибавки мы будем делать в каждом ряду. То есть, мы прибавим 8 петель с одной стороны и 8 с другой. Соответственно, всего прибавится 16 петель. Теперь сделаем корректировку петель спинки и переда на росток. От верхней цифры вычитаем 8 петель, а внизу наоборот прибавим 8. Получается, что на спинке остается 14 петель, а на передней части 30. Соответственно, мы скорректировали количество петель на 16. И теперь, когда мы провяжем все развороты в погонах, количество петель на спинке увеличится также до 30 петель. Начинаем вязать с горловины. Для этого набираем 72 петли плюс дополнительную и расставляем маркеры. Вот маркер начала ряда. Дальше идут 14 петель спинки, 14 петель первого погона, 30 петель переда и снова 14 петель уже второго погона. Высоту горловины можете определить сами, по своим предпочтениям. У меня здесь провязано 13 см. Дальше мы начнем вязать погоны, формируя росток. Давайте посмотрим на схеме, как будет происходить этот процесс. Если сравнивать этот рисунок с предыдущим, где я делала все расчеты, то здесь видно, что погоны смещены в сторону спинки. И вы видели на вороте, как это выглядит. Здесь у нас начало ряда, разворачиваться мы будем в четырех бороздках погона. И для начала можно провязать петли спинки до следующего погона и вернуться в первую точку разворота, при этом не делая прибавки. Эти два ряда необязательны, можете начать вязание сразу из первой точки. То есть мы вяжем первый ряд до первой точки разворота во втором погоне, делаем прибавки в двух местах по спинке, дальше разворачиваем вязание и в изнаночном ряду идем до второй точки. Снова сделали прибавки два раза, то есть прибавки мы делаем в каждом ряду. Итак, продолжаем, в лицевом ряду пришли вот в эту точку, прибавки сделали, вернулись в изнаночном ряду обратно. И так проходим через все точки разворота. Последний раз в изнаночном ряду мы уже выходим на петли переда и дальше в ростке будем делать прибавки и по спинке, и по переду равномерно. На данный момент мы сделали 8 прибавок с одной стороны и 8 прибавок с другой. В итоге к 14 петлям спинки прибавилось 16 петель. То есть, когда мы пройдем через все точки разворота в погонах и дойдем до прибавок в передней части, у нас будет по 30 петель и по спинке и по переду. Вот они изнаночные бороздки, в которых мы будем делать развороты. Сейчас я покажу, как мы будем провязывать разворотную петлю. Смотрите внимательно. Сначала провязываем петли спинки, доходим до последней петли и, не снимая ее с левой спицы, правую вводим петельку предыдущего ряда. Вытаскиваем петлю, накидываем ее на левую спицу рядом с последней петлей, затем разворачиваем вязание. Эти две петли у нас пока так и остаются, мы их провяжем вместе в следующем лицевом ряду. А пока вяжем изнаночный ряд. Доходим до маркера начала ряда и перед нами первая изнаночная бороздка погона. Но поскольку мы сейчас вяжем изнаночный ряд, эти петельки у нас лицевые. Первую петлю бороздки провязываем по рисунку, то есть лицевой, и из второй делаем разворот. Вытаскиваем петлю из предыдущего ряда, накидываем ее рядом и разворачиваем вязание. Это мы с вами развернулись вот в этой точке. Дальше вяжем лицевой ряд. Провязываем петлю погона и из первой петли спинки делаем прибавку удобным для вас способом. В конце ряда не забываем провязать две петли разворота вместе и сделать прибавку. Можно их делать из протяжки, подхватываем протяжку и провязываем ее скрещенной, чтобы не было дырочки. Ссылку на урок, где я подробно рассказываю, как прибавлять петли разными способами, добавлю в описании под видео, чтобы у вас все было под рукой. Дальше доходим до первой точки разворота, накидываем изнаночную петлю из петли предыдущего ряда, поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд, не забывая про прибавки. Прибавим из протяжки петлю перед петлями спинки и точно так же сделаем прибавку в конце петель спинки. И дойдем уже до второй точки разворота. Таким образом проходим все четыре точки разворота. Итак, мы сделали 4 разворота и 16 прибавок по спинке. Что дальше? А дальше для наглядности вновь воспользуемся схемой. Я схематично обозначила на ней все наши развороты, после которых мы должны выйти к полочке. Оказавшись в этой точке, продолжим делать развороты. Достаточно трех-четырех раз, может больше, зависит от ваших пожеланий. Я сделала 4 разворота. Как делаем развороты? В этой точке мы разворачиваемся, делаем прибавку, проходим погон, делаем прибавку, вяжем спинку, делаем прибавку, проходим погон, делаем еще прибавку и доходим до первой точки разворота. Разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд, делая по пути все прибавки. То есть теперь все прибавки идут равномерно и по спинке, и по переду, соответственно, в каждом ряду. Вязание поворотными рядами закончится в последней точке разворота, потом мы расслабимся и перейдем на круговое вязание. Показываю, что у меня получилось на этом этапе. В результате вывязывания ростка уровень переда и спинки теперь отличается, а значит посадка свитера должна быть идеальной. Отложим вязание в сторону и вернемся к расчетам. Наша задача – выяснить ширину свитера. Это нужно, чтобы понять, до каких пор делать прибавки вдоль погонов. Наш свитер будет в стиле оверсайз, поэтому к обхвату груди нам нужно прибавить минимум 30% отмерки. У меня сейчас 48 размер, можно с легкостью сделать расчет на 50, чтобы было легче считать. Берем обхват груди 100, получаем, что ширина изделия будет 130 см. Умножаем 130 на свою плотность вязания и получаем в моем случае 188 петель. То есть эти 188 петель у нас должны получиться вот в этом месте, это и спинка, и полочка. В эти 188 петель входят петли подреза, на них я планирую оставить по 6 петель, вычитаем их из 188 петель. В итоге остается 176. Для удобства подсчета делим 176 пополам, так как между петлями спинки и переда у нас идут погоны и удобнее будет считать эти петли отдельно. Смотрите, когда мы закончим вязать погоны, перейдем к вывязыванию рукавов, мы не будем делать прибавки по переду и спинке, а начнем прибавлять петли погона с двух сторон, тем самым вывязывая окат рукава. То есть полотно спинки и переда будет вязаться вниз по прямой. Но чтобы подойти плавно к подрезам, я рекомендую сделать вот тут еще пару прибавок, и тогда линия проймы получится более плавной, а не квадратной. Раз мы в этих местах будем делать прибавки, то надо их вычесть из 88 петель. В итоге у меня остается 84 петли, столько петель должно быть на спицах к моменту вывязывания рукавов. Рассчитаем сразу количество петель и для рукава. Для этого обхват руки умножим на плотность вязания. По моим расчетам выходит 46 петель, они включают петли погона и подреза, которые мы будем поднимать. То есть из 46 вычитаем 14 петель погона и 6 петель подреза, получаем 26. Столько петель нам надо прибавить при вывязывании рукава. Прибавлять будем с двух сторон, так что всего прибавки нужно сделать 13 раз. Если прибавки делать в каждом втором ряду, то пройма может получиться широкой, а рукав у нас по модели прилегающий, поэтому прибавки мы будем делать в таком темпе, чтобы на каждые 4 ряда в 3 рядах были прибавки. Смотрите, если 13 разделить на 3, а потом умножить на 4, у нас получится 17-18 рядов. Вот тогда рукав будет в проме более прилегающим. После всех прибавок мы добавим петли подреза, соединим вязание и продолжим вязать рукав по кругу. Покажу, что у меня получилось. Здесь я вышла на ширину 84 петли и на спинке, и на полочке. Скос плеча я решила сделать более плавным, поэтому сначала прибавки у меня шли в каждом ряду, и так я вязала до места, где плечо переходит в руку, а дальше прибавки у меня идут уже через ряд. Теперь начинаем вязать рукава. С этого момента больше не делаем прибавок на спинке и полочки, теперь прибавляем петли по краям в погонах с обратной стороны от маркеров. Резинку продолжаем вязать дальше по всей длине рукава, а петли, которые будем прибавлять, вяжем лицевыми. Сейчас я присоединю нить второго мотка и продолжу вязать. Как это сделать, можете посмотреть урок по соединению нитей, вот тут сейчас всплывет подсказка. Прибавки по рукаву я уже сделала. Видно, что рукава получаются узкими, а сама тушка достаточно широкой. Дальше будем тушку и рукава вязать раздельно. Сейчас мы провяжем петли спинки и наберем 6 петель для подреза. Петли рукава надо снять на дополнительную леску или нить, провяжем петли переда и снова наберем 6 петель для подреза. Петли второго рукава также снимаем на дополнительную нить. В итоге дальше мы продолжаем вязать тушку по кругу. Когда второй моток серой пряжи закончится, перейду на синий цвет. И чтобы линия перехода получилась примерно на одном уровне, я разделю нити и в рукавах провяжу примерно столько же рядов серым цветом, сколько получится и в тушке. Вот в этом месте у нас по расчетам сделаны две прибавки, чтобы подход к подрезу получился плавным. Больше никаких расчетов не будет, поэтому вяжем свитер по прямой до нужной длины рукавов и тушки. И вот мой свитер готов. На нем уже поселилась вот такая симпатичная пчелка от Наташи Амаполы, которую я с любовью ношу. Своё место заняла и бирка, факультет рукоделия от Федора. Ссылку на мастер-класс с пчелкой от Наташи и инстаграм Федора оставлю в описании. А сейчас покажу, как я связала петли подреза. Из этих шести петель у меня связана декоративная резинка, которая идет по боковой линии свитера и внутренней части рукава. Впрочем, как и у Ольги Кондратьевой, моих придумок тут нет. По-моему смотрится очень гармонично. Низ изделия и рукавов я хотела изначально связать лицевой гладью, но мне не понравилось, что они закручиваются. Поэтому я здесь пустила резинку 2х2. Светер этот я ношу практически не снимая. Для меня это лучшее доказательство, что модель очень удачная. Поэтому советую и Вам ее связать. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, помогу разобраться в нюансах. И жду Вас на своем канале. Подписывайтесь и вдохновляйтесь, будем вязать вместе. Не забывайте ставить лайки или дизлайки. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok